Самая главная работа на выставке, она входит в проект под названием «Бесцветная». Это первая работа из этого проекта, с неё, собственно, этот проект начала. И в смысле его в том, что как-то я засела в социальных сетях плотно, особенно когда Надя Зубарева зарегистрировала у меня на Фейсбуке. И, ну, я думаю, это было со всеми, люди просто вот подсаживать снять. В какой-то момент я поняла, что, проводя в социальных сетях много времени, в течение дня человек просматривает огромное количество фотографий, которые, возможно, даже превышают рабочую нагрузку у фоторедакторов, у давостных агентств. Но поскольку люди непрофессионалы смотрят не так, да, как профессионалы, они неподготовлены, то к вечеру у них уже в голове всё сливается в какую-то массу, причём серую массу. И единственное, что они помнят, ну, каждый помнит своё, но, в принципе, они помнят какие-то вот мелкие вещи, но не помнят, не видят целую картину. То есть максимум, что они могут вспомнить вечера, это то, что там на Марфе привёл красные трусы. И мне как-то эта мысль как-то прямо начало потрясла, потом, а когда меня что-то потрясает, да, это начинает превращаться в арт-проект. Вот. В результате, что я делаю? Я беру цветные фотографии, яркие, ну, такие, из обычной жизни повседневной, то, что мы видим в соцсетях в основном. Я их печатаю цветными на искусственном шопке, на моём любимом материале. И дальше начинаю перекрасывать цветную фотографию в чёрно-белую, кисточкой, масляной краской. Ну, то есть, по сути, это действие выглядит абсурдным. Но мне кажется, что оно очень точно передаёт вот этот завис в социальных сетях и то, что происходит в мозгах людей. При этом я оставляю вот эти вот маленькие фрагментики, вот этих вспышек памяти, да, которые могут возникнуть. Ну, это всё теоретически. Мне кажется, что происходит так. Которые могут возникнуть, вспыхнуть сознание человека к вечеру, скажем, ну, или к ночи, кто-то там, до пяти утра сидит. Технологически проект очень сложный, потому что техника, которую я использую, это сухая кисть. И забить чёрно-белой краской очень яркое изображение очень сложно. То есть, по времени это очень долго. Это уже такая просто медитация. И поэтому этот проект продвигается очень медленно. Но я всё равно его доделаю, потому что считаю его очень важным. И мне кажется, что мне удаётся преодолеть сопротивление материала, хотя материал сопротивляется просто страшно, потому что когда сидишь-сидишь-сидишь, там несколько часов красишь, и тебе кажется, что оно у тебя уже черно-белое, и всё прекрасно. Идёшь отдыхать, приходишь утром в мастерскую, а она не ценная. И приходится... То есть, тут не один слой, тут много слоёв. И вот эта работа, она, конечно, большая, но я её делала почти четыре месяца. Вот Марфа, героиня моей работы. Всегда героями моих работ являются мои друзья, друзья-друзья. Ну, в общем, люди, которых я люблю. Марфа в 2009 году прыгала в море напротив Адриатики. И вот на прошлой неделе Марфа тоже оказалась в родственнице с нами. Мы идём повторить этот кадр. И Марфа, которая сейчас уже 20, а не 11, но тем не менее она почти не изменилась, но я имею в виду, она узнаваема. Но с нескольких дублей нам всё-таки удалось почти один в один повторить кадр, который был сделан в 2009 году. И мне ещё кажется, что мне просто очень повезло, что в галерее оказалась вот эта ниша, такая почти как японская ниша, которую ставят, прячут что-то особо ценное. И мне кажется, что в этом есть такая ценность, в этом повторе. Да, вот я даже, да, тут написала 16 июня 2018 года. Такая, ну то есть это просто распечатанная на принтере фотография, да, это ничего, но когда она находится рядом с основной большой работой из проекта «Бесцветные», мне кажется, что это вот очень важное дополнение. Это придаёт такой объём, а жизнь ведь не должна быть плоской. Жизнь, она ведь прекрасна, только когда она имеет объём. И вот, мне кажется, что это просто чудесно работает вместе. Работы сделаны после знакомства с чемпионкой КПУ до американского штата по синхронному плаванию. И я не буду рассказывать долго, как развивалось синхронное плавание, я скажу только то, что постепенно из развлечения, это вид спорта превратилось в спорт, а спорт, как нам известно, это всегда достижение, какие-то некоторые победы. И этот спорт развивался странно. Какое-то время до «Доктора мировой войны» он считался неприличным, ну, примерно, как у нас считалось неприличным общаться с балеринами, они считались не артистками, да, как сейчас, которых уважает весь мир и цель, а они считались дамами полусвета. Примерно такое же отношение было к синхронисткам «Доктора мировой войны». Но, тем не менее, женщины продолжали этим заниматься, несмотря на то, что на соревнования стали приходить всякие там маньяки, вылезли с биноклями в ожидании того, как они вынывнут из воды и продемонстрируют некоторые части тела, которые обычно не видны. И вот этот элемент, который напоминает букву «В», ну, собственно, не напоминает, а он сделан на основе латинской буквы «В», он появился как раз после окончания «Второй мировой войны», «В» как в Викторе. И в этой Викторе, в этой победе, очень много для меня заложено тут, очень много смысла. Во-первых, «В» — это начальная буква моего имени, и, несмотря на то, что я Вита, на самом деле в паспорте у меня написано «Виктория». Ну, то есть «Виктория» — это мое официальное имя, то есть я всячески не могла, то есть никак не могла пропустить это буквое. Плюс это еще такое вот невероятное восхищение и уважение вот этой пожилой синхронисткой, которая была в районе 75 лет, когда я с ней познакомилась на Гаваре. И это такая еще, ну, как бы это пафосно ни звучало, победа феминизма, ну, то есть это не победа феминизма, а это такое достаточно значительное стяжение женщин в отстаивании своего права заниматься тем, чем она считает нужным и важным для нее. То есть Джун, кстати, Джун, еще забыла ее фамилию, она, ей пришлось покинуть родительский дом и переехать из Канады в Северные Штаты всего лишь потому, ведь она не делала ничего плохого, она ведь спортом занималась, но ей пришлось переехать, потому что родители были категорически против, потому что им казалось, что их дочь из очень приличной семьи превращается в женщину-поусвета, что это неприлично. И вот она просто уехала из страны, уехала в другую страну, и, может быть, в нашем сознании это не выглядит как эмиграция, но это фактически эмиграция, это не легко. И она продолжила этим заниматься. И вот эта история, она меня просто потрясла, а Катю уже сказала, если у меня что-то потрясает, она у меня постепенно трансформируется в арт-проект. То есть для меня этот проект это не про эротику, для меня это серьезный, чуть ли не с некоторыми политическими коннотациями проект про победу довольно взлом, собственно говоря. То есть злоба в данном случае это непонимание, неприятие, не уважение, а добро это все-таки проявление силы и доказательство того, что важно заниматься тем, что ты считаешь нужным для себя. И в принципе как-то стараться не реагировать на окружающих, это вообще самое ценное, что у нас есть, и это не всем удается. и мне тоже это долго не удавалось. Я только совсем недавно поняла, что я могу делать то, что я хочу, это раз, а во-вторых я поняла, что я хочу делать. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,